всем здорово это daily hardcore и как и обещал я снимаю третье видео где я объясню как обойти блокировки рунета в том числе блокировку замедления ютуба в том числе блокировку других сайтов многочисленных не только на компе но и в том числе на android устройстве на linux на mac us и так далее пишите комментарии я отвечаю на практически 100 вопросов в день и я надеюсь что вам поможет видео которое я сделаю тем более я ничего от себя не придумываю я взял все из интернета я сам все нашел ну как сам с помощью еще и друзей они мне покидали ссылки но вот конкретно все способы которые передо мной я нашел сам и народ уже потихоньку начинает осознавать что придется как-то эти способы использовать goodbye dpi мы уже опробовали но я вам немножко неправильно подсказал как его использовать за что я прошу прощения сейчас как раз таки мы к этому приступим сначала начнем опять же с блокировки века наберитесь терпения все цепляется одно за другое поэтому я вам покажу и блокировку для андроида но linux и mac os я не проверял еще такая претензия то есть тейк самый главный наверное это то что ничего не работает друзья мои многие способов которые я показал работают просто их закрывают постепенно умельцы со стороны правительств со стороны компаний и мы с этим ничего сделать не можем мы можем только каждый день вставать проверять работает все дальше серфим не работает переходим на какие-то другие сервисы сожалению кого сейчас жизнь и если кто-то говорит что это нежелательное по вирусы там трояны нет друзья мои если у вас установлен антивирус даже windows антивирус любой код который написал любой другой программист который не заплатил компаниям большим да я не буду называть антивирус ников владельцев операционных систем их системы антивирусов будут определять программу как нежелательное по или вирус троян не потому что это троян а потому что и вот разработчик и написал утилиту и ты не заплатил всем этим компаниям чтобы свободно свое распространять до свое перед ну какой-то программу с распространять вот в таком мире вы и живем представляете и не заплатил денег поэтому ты не можешь выйти на свободный рынок по сути его не существует а там говорят вот свободный рынок вот во всех странах свободный рынок у нас и свободных нет жаль но будем учиться все вместе как я буду учиться я неправильно объяснял так и вы будете учиться что-то узнавать полезное от меня и так мы приступаем скачиваем goodbye dpi переходим на github я прям таймкод на это оставлю goodbye dpi 022 мы использовали он уже не актуален и специальный goodbye dpi для россии 0 2.3 rc russian вот собственно на него нажимаем переходим в релизы листаем убираемся терпения и скачиваем goodbye dpi zip это просто архив обычный и source код вам нужен да чтобы что-то в нем менять вы не разработчик а если вы обычный пользователь интернета или блогер такой же как я скачиваем goodbye dpi скачали распаковали я показываю сразу в папке я не буду заниматься тем что буду показывать вам все свои файлы мы открываем папочку папочку которую мы распаковали вот она папочка которую мы распаковали и вот здесь есть такие специальные замечательные файлы их копируем давайте я закрою dpi я покажу как он работает мы их копируем правой кнопкой мыши нажимаем выделяем сначала левую кнопку мыши нажимаем правой кнопкой мыши копировать x86 это для тех у кого 32 разрядная система windows x86 64 для тех у кого 64 разрядная система не знаете как посмотреть спросите у знакомых друзей и родных либо просто погуглите в яндексе в гугле в любых других поисковиках есть этот запрос просто найдете где посмотреть у себя в компьютере в windows у меня 64 поэтому я прохожу в эту папку нажимаю правой кнопкой мыши вставить изменяю все файлы смело дальше что мы делаем есть такой классный файл 0 подчеркивание russia update blacklist файл cmd что же он делает все оказалось намного проще мы его запускаем и вот он начинает обновлять сам нам все сайты которые заблокированы в россии а их ну тут два миллиона сто семь тысяч байт я не думаю что их прям на два миллиона чуть поменьше и он вот пишет сколько секунд осталось до обновления все он обновил на обновил мы открываем гудбай dpi у меня сейчас выдается табличка от имени администратора естественно если у вас нет прав администратора на компе вы ее включить не сможете вы нажимаете от имени администратора гудбай dpi запустили ярлык все он работает мы его теперь сворачиваем и серфим интернет с ним ничего другого не делаем серфим интернет с ним чтобы серфить интернет с ним важно в любом в любом браузере мы берем вот эту команду я оставлю и в посте и в описании после ссылок на меня оставлю и в посте и в описании chrome двоеточие слэш слэш флэкс для чего это нужно это нужно для того чтобы выключать или включать интернет протоколы которые пропускают всякие пакеты от вашего провайдера в ваших браузеров в некоторых браузерах это может не работать не надо ныть опера опера gx не работает так далее взяли перенесли все закладки опять же нажали перейти к закладкам принести закладки все это в настройках есть принесли закладки в google давайте проверим ну собственно в google и работает все прекрасно здесь сделал то же самое тем не менее все работает то есть у меня кроме невероятно допустим тормозят трансляция здесь у меня ничего не тормозит даже появились иконки не все иконки но появились все работает все обновляется пожалуйста в студию смогу зайти а можно зайти даже в творческую студию все идет быстро все идет в максимальном качестве есть субтитры все американский контент можете смотреть теперь что мы делаем переходим к чему-то более серьезному смотрите здесь есть также для браузера фарфокс да давайте для браузера фарфокс сделаем то же самое браузерах на основе хром яндекс edge опера вивалди отключать в хром флекс искать по кубер опера может не поддастся далее фарфокс и баут конфиг баут конфиг мы берем если это firefox firefox и баут конфиг во первых вставляем сначала баут конфиг вставляем вот сюда продолжаем с осторожностью нажимаем продолжить принять риск продолжить с осторожностью изменить их настроек может затронуть производительность или безопасность firefox все верно фарфокс это отдельный браузер сделаны китаем вот и тут все не так просто естественно чтобы их там не сразу ломали и так далее ну просто вот они свой движок сделали копируем вот эту строчку network http http 3 enable до единственная строчка которую мы копируем все остальные протоколы там выключены так у нас должно быть true true false false и теперь та строчка которая вверху true мы ее выключаем мы его выключили закрываем браузер открываем как не сейчас и пробуем зайти в youtube пробуем зайти в youtube естественно все работает да все работает вот как я вам показывал тут бай dpi все работает смотрите лучше все таки до обновлять вот этим первым файлом 0 rush update blacklist файл сначала обновили потом запустили one rush и blacklist dns redirect но с ним все работать то есть единственное что вы скорее всего да вы скорее всего не сможете загружать самостоятельно видео вы сможете смотреть там трансляции да вы сможете слушать музыку но вы не сможете не сможете загружать самостоятельно видео лучше всего вот бай dpi работает через google chrome там через яндекс потому что у них один и тот же движок можно через mozilla сидеть через оперу все вообще в принципе работает через костыли написано она очень громоздко да там очень много плагинов она очень кастомная крутая ночь через нее интернет невероятно медленно работает поэтому друзья мои даже это было до замедление интернета в россии пожалуйста mozilla firefox либо google chrome теперь что мы можем сделать с остальными устройствами я в принципе показал как это делать с браузерами исправил свои ошибки прошлых видео андроид а во первых здесь неправильная ссылка я поменяю ссылку у автора есть такая штука как buy dpi это приложение для андроида я вам оставлю ссылку прям проходим вот сюда buy dpi и здесь buy dpi apk вы его скачиваете к себе на смартфон и этот apk находите в файлах заходите в проводник файлы находите скаченные файлы apk запускаете его и даете установиться единственное что если вас что-то не устраивает у вас начинает тормозить смартфон и вы начинаете там орать у меня все работало а сейчас у меня все затормозилось не делайте это на работе в дороге еще где-то там срочно найдите спокойное место там хотя бы час чтобы вам разобраться покопаться а то вы можете просто в дороге себе повиснуть телефон вы скачали этот apk запустили его и перед тем если вы захотите его удалить вы должны обязательно обязательно зайти в настройки приложений своем смартфоне я покажу в следующем видео как это делается вы должны нажать остановить приложение до либо скачать приложение гибернатор которые гибернацию делать приложение останавливает его насильно само остановить это приложение очистить его кэш к потом удалить понимаете да но в принципе оно не должно нанести какой-то урон она может вам модификатор рекламный сбросить но с ним у вас только медленнее работает интернет на смартфоне поверьте я вам потом покажу почему d5 tunnel есть кладовка это телеграм сейчас опять кто-то скажет что в телеграме не надо ничего брать мне безопасно присоединяемся здесь кстати очень много интересного аналог google карта информация различных спутников карта просмотра улиц на базе просмотра улиц цифровой атлас тут огромное количество есть всего вообще сайты разные есть приложения для андроида для линукса для mac us а все эти приложения они есть для того чтобы у вас залетал youtube и не только youtube весь интернет поэтому пользуйтесь вот здесь все есть в этом ли грамм канале я ссылку оставлю тоже тебя и power тоннель power тоннель для андроида это я во приложение кросс-платформе на которое вам поможет установить его на ваш андроид насколько я знаю все по моему должны даже через костыли поддерживать подобные приложения попаровьте меня если не прав друзья программисты если вы кринжуете фейспалмите управляете меня обязательно всегда надо поправлять таких людей как я соответственно github.com тоже уже открывается специальная страница можно найти для пика но вам внимание на пика надо будет яву установить и это не всегда возможно сделать бывают проблемы с установкой я вы бывают неизвестные ошибки и так далее то есть это просто кросс-платформенное приложение у вас устанавливается java которые вот такие приложения поддерживают и у вас само приложение оно само dpi тоннель формирует для компьютера для windows легче все-таки будет установить vpn с чем вот power тоннелем пользоваться для андроида возможно linux и mac os я не тестировал поэтому но все в принципе с гитхаба вы все можете проверить на вирусы как я вам и говорил в самом начале ролика если что-то показывает вам что-то нежелательное по либо троян то возможно возможно это все-таки просто не заплатили антивируснику за то чтобы сертификат дать этому приложению с гитхаба по крайней мере можно качать точно спокойно вот с телеграм-канала я не уверен но с гитхаба точно все безопасно всегда качал и там да написано что они проверяются на вирусы но это полный бред люди которые пишут о это и видел предупреждение потом не проверяется на вирусы ну окей удачи я здесь все это скопирую сейчас я оставлю пост своей группе я оставлю свои группы для тех кто хочет игровой контент и потреблять вот такой контент для того чтобы обходить блокировки чтобы серфить спокойно интернет там пользоваться в общем то пользоваться всем интересным и будет у меня еще много интересного контента по поводу и паков и репаков и программ и всего остального я стараюсь использовать законные способы насколько это возможно здесь по крайней мере ничего пока не запрещено поэтому пользуйтесь если будет что-то запрещено из этого придется это либо убрать либо мне придется просто скрыть видео поэтому пока есть возможность лучше пользуйтесь если вопросы у вас остались задавайте их в комментариях под видео на youtube я отвечаю как я говорил более 100 примерно комментариев по крайней мере насколько моя инсайт информация гласит должно продлиться вот это замедление до сентября если мне кажется за это замедление ничего не решится нас ждет и блокировка ютуба но это уже лично мое скромное мнение поэтому пользуйтесь вот этим пока не запретили все я оставляю это у себя в группе если что-то не подписал если что-то не так обязательно тоже пишите что и не подписал это и не подписал это и там не показал dpi и прочее 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 показал показал как все работает наслаждайтесь серфте интернет смотрите стримы пока это возможно ну и было бы неплохо если меня все-таки услышат те люди которые управляют каких-то госкомпаниях чем-то работают в техподдержке общаются с там контрольными управлениями и так далее друзья мои сделайте так чтобы был единый ресурс вот моя большая просьба единый ресурс у стран брикс где мы могли обмениваться контентом китай бразилия африка россия все 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 страны брикс индия чтобы мы могли обмениваться там контентом сделайте свой youtube причем качественный хороший не надо 200 разных платформ сделайте один очень хороший тогда не нужен будет красный youtube до которого мы все привыкли и не будет вот этих вот там обходок вот этих проблем с властями с законом и так далее сделайте людям где они могут выкладывать контент получать деньги за рекламу развиваться общаться с аудиторией и прочее сделайте такой же продукт пожалуйста я понимаю что google это делал целенаправленно и у него были свои цели наоборот поддерживаю не осуждаю да но если он будет запрещен закрыт то должна быть какая-то альтернатива я надеюсь меня все понимают без негатива никакого негатива ребята используйте улыбайте все задаем вопросы всем пока